Всем привет! С вами Нильвгорн, это игра средневекового инженера и сегодня мы будем осматривать вот такой вот замок. Замок, либо город какой-то, город в горе. Что конкретно подразумевал создателем, я конечно же не знаю, идею он не описывал, так что давайте приступим, начнем сначала. Такое чувство, что на этот город уже покушались враги и немножко его порушили. Но, конечно же, можно предположить, что просто еще создатель этого города не закончил все до конца. То есть, видно, что есть свои недоработки, но это все ерунда, я думаю, конечный результат мы рано или поздно увидим. Я обязательно постараюсь проследить за этими, добавить. Ну, конечно, вот есть свои недоработки, это, конечно, вот вход вообще какой-то прям суровый, даже в него и не зайдешь сразу-то. Ну, необычно сделано. Тут какая-то... А, это вот понятно, здесь вход. Притом, такое чувство, да, вот реально, как будто на этот город уже нападали. Так, ладненько. Дальше, дальше, дальше. Я прям, я честно говоря, не могу разобраться, в какую сторону мне рвать в первую очередь. Так. Секундочку. Как всегда, отвлекают. Это закон подлости, которому я не удивляюсь до сих пор, что отвлекают именно в тот момент, когда начинаешь снимать. Так. Я так подразумеваю, что здесь какая-нибудь будет располагаться шахта, а может быть какой-нибудь подземный туннель, либо какой-нибудь ход, ну, проход отхода, так сказать. Видно, что стены немножко недоработаны. Еще некоторые моменты недоработаны. То есть, вот здесь вот замковая стена недоработана. То есть, это все понятно, это все, думаю, решится. Здесь 100% какая-нибудь постройка должна располагаться со временем. А может быть и нет. Возможно, здесь... А-а-а, вон оно как. Возможно, здесь будет какая-то вода. То есть, ну, здесь ров, к примеру, здесь также сверху, к примеру, будет какой-нибудь гидер или еще что-нибудь. То есть, вода сверху будет падать. Вот тут вот интересный тоже. Смотрите, прям сделано, как очень интересно, как будто скалу поддерживает что-то. Здесь какие-то непонятные постройки. Очень интересно. Так, здесь уже... Конец карты, но все же... Красивый задний фон. Так, давайте изменим время, потому что что-то как-то уж совсем не серьезно. Так, и отключим. Так, это мы постройку посмотрели. Давайте вот в этот зайдем замок или какую-то замковую часть, по крайней мере. Мост довольно-то таки серьезный. Ох, классно. Кладбище. Может быть, это какой-нибудь, знаете, тут и не замок, а может быть какой-нибудь монастырь, потому что, ну, кладбище при замках внутри как минимум его бессмысленно держать, потому что сами понимаете, что трупы-то начнут гнить, и в то время особенно это как-то все вообще не серьезно. Здесь такое чувство, как будто здесь то ли казни совершали, то ли еще что-нибудь. Притом могилы так расположены странно, как будто бы как на кладбище, где много солдат, где похоронены, допустим, или что-то в этом роде. Так, ладно, давайте попробуем снизу забраться. Интересно же, человек сделал просто так лестницу на бум поставил, или с идеей поставил. Так, такой, я такой, поднимаешь меня, споткнулся и, а-а-а-а, там ногу сломал, и там все, и умер. Так, дальше это уже вход на стену, так, ладно. Туннель, 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 туннель. Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Хе, странно. Ну, ладно. Давайте дальше продолжим. Такая башенка интересненькая. Просто башенка, к сожалению, без какой-то функционала, без какого-либо. Так, внизу у нас тут... Вот на эту стену мы можем... А, вот здесь вот мы, наверное, можем забраться. Странно. Ну, вот это некрасиво, неинтересно, на мой взгляд. Просто какие-то проходы. Так, здесь вот это вот интересно сделано. То есть, вот этот вот момент. Так, а зачем здесь так много проходов? Целых три. А, вот здесь, кстати, может быть... Подразумевается, что что-то будет. Может быть, какие-нибудь, я не знаю... Ну, что-нибудь добывать, может быть, например, в этом проходе. Постоянно туда-сюда будет ездить. А, ну, здесь даже вот так вот. Блин, да тут заблудиться можно, честно говоря. В стенах. Так. Я реально как будто бы... Так, все, я уже потерялся. Все, спасите! Так, 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 наверх. Ага, наверх чуть-чуть выбрались. Так. Понятно. Таким вот образом мы еще наверх выбираемся. И... И попали мы вот в это здание непонятное, которое... Просто со всех сторон... Ветрами всеми обдувается. Очень много проходов. Непонятно. Притом, проходы на проходе. Прям вот сквозные проходы. Как-то так. Ладно. Вот внизу я там пробегал. То есть здесь все понятно. Так, какое-то здание такое. Как будто бы барак. Ну, я пытаюсь... Как-то собраться. То есть, ну... Пытаюсь охарактеризовать каждую постройку, чтобы понять, что это. Ну, вот жалко, конечно, не добавлено никакой мебели. Но явно, что раз стены уж не достроены, то не до мебели ему явно было. Ну, вот ладно. Можно предположить, что это какая-то жилая постройка, где жили какие-нибудь солдаты, рабочие. Ну, что подразумевается? Раз здесь ведутся до сих пор работы, то, думаю, все-таки рабочие. Смотрите, здесь еще что-то в скалах. Смотрите, здесь тоже. Ну, явно, явно здесь какие-то рабочие работали. Наверх, смотрите, подъем идет. Наверх, наверх. Еще наверх, еще наверх. Вот эти... Ну, как бы мельницы. 100% может быть для того, чтобы дробить камень. Так, и я немножко поторопился. Давайте где-нибудь вот отсюда побежим. Так, здесь у нас очень прикольно. Смотрится просто загляденье, честно говоря. То есть, какой-то вот еще крутится какое-то приспособление такое осветительное. Мне очень нравится, как это вот... Вот такой вот скриншот прям шикарно выглядит. Очень много... Ого-го! Тут прям, смотрите, туннели. Смотрите, что! Есть, оказывается, секрет это. Вот это мне всегда было интересно в таких постройках, потому что в них, когда есть какие-нибудь такие секреты или, ну, места, в которые вы можете попасть или найти что-нибудь, это очень интересно. Проходы там или тайнички какие-нибудь. Это всегда классно было. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так. Какая-то непонятная... Непонятная для Харликова проход. Это ограничение роста стоит. Так. Ну, здесь тоже, скорее всего, какое-нибудь жилище еще. Так. Здесь тоже поломано немножко, видно. Здесь у нас тоже какое-то жилище непонятное. Куда окно-то? Странно. Ну, ладно. Так. Ух ты. Вот. Вот. Смотрите, что. Да тут... Вот. Зараза, а! Тут не все так просто. Смотрите, сколько туннелей всяческих. Проходы. Блин, классно-то как. Очень интересно. На мой взгляд, по крайней мере. Я всегда любил, когда такие есть секреты. Я уже об этом говорил. И когда люди добавляют или... А, это... Ой, классно, классно. Согласен. Очень интересно сделано в том плане, что... Ну, как бы, добывают они здесь руду или какую-нибудь... Значит, это гор... Ну... А, вот. Все, предел карты. Дальше вот нельзя, к сожалению, идти. То есть, какой-то... Не знаю, добывочный или как это правильно говорится-то... Добывающий городок. То есть, они, может быть, здесь добывают какую-нибудь руду. Может быть, какую-нибудь супер драгоценную. Так. Здесь у нас... Ну, вот это, конечно, немножечко мне не нравится. То, что мог бы здесь какой-нибудь заборчик поставить. Это было бы намного интереснее. Так. Давайте еще посмотрим какие-то длинные бараки. Как знаете, есть же гостиница в китайской, где там 2 на 2 комнатка и... Постель и маленький стульчик, чтобы положить одежду свою. Так. Как бы мне вот наверх забраться-то столько лестницы и прямо разобраться-то сразу не получится во всем. Так, ладненько. Здесь у нас опять... Необычное какое-то строение. Слава богу, что у меня есть еще немножечко полета. Иначе я бы... Я не представляю, как бы сюда можно было бы забраться или как-то вылезти. Я бы точно заблудился раз пять в этом замечательном городишке. Мне очень нравится. То есть, даже видно, очень много недоработок, недостатков. То есть, много можно было бы доработать. Но... Как это все составлено с такой идеей, интересно. Это... Прям вот респект и уважуха. Вот слов других нету. Я прям бегаю с улыбкой такой, довольный. А представляете, еще вот... Я каждый раз это говорю, когда смотрю всяческие постройки. Если бы здесь ходил стража, ходили люди. То есть, это все было бы живое такое. Все. Так, понятно. Это с этой стороны. Все. Понятно. Теперь мы... Целостность определили. Поломалась немножечко. То есть, представляете, здесь какие-нибудь кухарки бегали, солдаты бы ходили грозные, усатые, с алибардами. Это было бы очень прикольно и забавно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так, продолжаем. Так, а как наверх тут забраться? Че-то я не могу найти лестницу. А, вот. Вот. Все. Ну, такой... Такой подозрительный проход. То есть, если здесь двое человек встретились, то им очень сложно будет разойтись между собой, чтобы не упасть. Ну, видно, много недоработанное, конечно, но это все ерунда. Потому что идея мне очень нравится, как тут все сделано. Прям вот... Вот эти переходы. И, о боже, там прям такие... Смотрите. Тут прям вот бараки просто большие, смотрите. И столовая какая-то... Ох, какой вид. Я бы... Ребятки, я бы с удовольствием поужинал в таком месте. Представляете? Вот такой садишься здесь с краешку. Такой тебя легкий ветерок обдувает. Классно. Классно. Очень классно. Прям вот здесь еще и какой-то тайный проход. Какие... Ну, просто шикарно. Вот, ребятки, прям вот не жалейте. Вам нужно ощутить это самим. То есть, скачивайте эту постройку и бегайте по ней. Дорабатывайте. Потому что... Блин, ну это шикарно же. Просто шикарно все выглядит. Так, вот здесь вот интересно. Есть наверх? Можно по... Тут еще какой-то проход. Офигеть. 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 Вот это да. Прямо такое строение с кучей секретов. На самом деле, это... Это... Это просто... У меня даже слов, честно говоря, нету. Насколько это круто. Так, все. Здесь, все. По-моему, больше проходов нету. Ребятки, это... Очень шикарно. Так. Прям такой грот какой-то получается. Может быть там... Я не знаю. Я даже, честно говоря, не могу представить. Но... Хотя нет. Для чего? Наверное, тюрьма какая-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Так. Так, отлично. А, вот лестница. Я искал прям лестницы, думаю, как так думал. Так, здесь тоже куча комнат. Ну, ладно. Они вот, жалко, не... Как бы не обставленные. Это не... Не дает... Какого-то полного представления, что хотел создатель изобразить здесь. Так... А, смотри. Ой, классно. То есть такая комнатка в скале. То есть исключительно... Ой, классно, классно. Прям шикарненько. На мой взгляд, это выглядит просто шикарно. И смотрится тоже очень шикарно. Так. Ну, что же на самом верху нас ждет? Так, перевернутый крест. Ай-яй-яй. Может, конечно, это и подразумевается какой-нибудь замок антихриста. Антихриста. Да, тут тоже, конечно, картинка такая незаконченная, видно. Ну, ладно. Так. Ну, и наверху, похоже, уже ничего нет. То есть... Хотя вот здесь вот... Так, а как туда интересно? А, вот лестницу я пропустил. Вот еще, 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 еще. И вот эта последняя комната в этом здоровенном замке. Очень классно сделана. Очень впечатляет, честно говоря. И прям-таки, я бы даже сказал, даже... Несмотря на все вот недоработки, которые есть. Больше всего мне это понравилось. Вот. Вот честно. Не знаю почему, но у меня прям вот я бегал, у меня аж мурашки по коже были. Вот от такого ощущения какого-то замковости, вот такой таинственности, какого-то такого фэнтезийного момента. Потому что даже вот эти мельницы, как они здесь стоят, это вообще классно сделано. Жалко, воды нет, эта вода бы была... Ну, как бы все равно все по-другому бы выглядело. Также вот звуки, НПСов не хватает. Но, ребятки, это, по-моему, вот на мой взгляд, это одна из самых лучших постройок, по крайней мере тех, из которых я смотрел. Надеюсь, будет еще что-нибудь круче, потому что я прям надеюсь. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки. И чем больше лайков, тем больше серий. 50 лайков, это как минимум обеспечит выход новой серии. Также, если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал, потому что вы можете найти тут не только видео о средневековых инженерах, но и множество других интересных видео, и, думаю, вам понравится. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.